Стояночка моя Здесь недалеко на берегу речки Ночью был заморозок Минус два, весь тент покрылся Корой ледяной Я чувствовала ее Сейчас все, оттаяло уже И спальник сушу В двух спальниках спала Подул слабый ветерок с юга Это слабый ветерок И вообще с юга, мне везет Он и теплый, и попутный Хотя, что там теплый? Рядом два океана холодных На юге, на севере, все близко Ну вот, речка, конечно Местами проходима А местами вот такие перекаты Я пока думаю, что по берегу я пойду быстрее, чем протаскиваться Это довольно утомительно Если такие перекаты чисты будут Сейчас изучу характер речки Наличие рыбы Ну, а через 17 километров, надеюсь, уже точно можно будет сплыть После притока справа А так 47 Ну, около 50 километров шагать Да я не ема После вчерашних тундровых качкарников Болота идти по берегу Такой живописнейшей речки Да еще с кустами По твердой почве Очень даже приятно Я думаю, я быстрее пойду Вон такие перекаты вообще И мало того, что они мелкие Так еще крупные камни встречаются Где на протаскивание лодку можно подрать Вот это все длиннющий Длиннющий вот такой перекат И вот он такой Мелкий-мелкий Нигде не пройти Живописные все эти картинки Какой-то болок вдали виднеется Но наверняка опять нежилой Самолеты разлетались Красота Самолеты разлетались Да И здесь Людей давно и давно не было, не осталось И следов О, печка А ничего Ну да, так, в принципе, если совсем не погода Можно пережить Раздолбанусь Речка благодатная Кустистая Но вот рыбы нет Это приток Юнивиема Юнивиема это бассейн ледовитого океана Может быть, красная не вошла Может, там лед Ну и хариусов нету что-то Да, что касается Голубиги А в этой долине ее гораздо больше Я еще столько не ела Хоть это подмога Речка Не знаю, как это пойдет этот сплав Потому что речка еще мелковата Но погода дает мне такое добро Попутный ветер Сейчас потеплело до плюс 19 А вчера было плюс 6, плюс 7 И страшный ветер Северный, холодный Сегодня мне просто жарко Временами Но еще, конечно, принятие такого решения Начать здесь сплав Пособствует то, что Впереди Сейчас Долина речки сужается Высокие берега И я надеюсь, что она Будет Ну, сузится В одном русле пойдет Будет Проще плыть Посмотрела я До мыса Дежнева Остается 350 километров Можно сказать Половина пути Но Так как впереди Два сплава И один пеший переход То Большая половина Все-таки пройдена Я считаю Два сложных Перехода Я сделала Пеших Теперь уже весь свой груз Я могу переносить За раз Да, вот такая речка Но пока протока Ничего Сольется Скоро в одно Пройдем Быстрее Он не ходит Один И не слышно Шарап Он не смотрит Назад Он не видит Продок Он не ходит Куда Не зови Не зови По колено Корову Плыву Это счастье Он уходит Один И не слышно Шагов Ну вот Теперь я буду Сыта Ура Да Речка Вполне Ничего Сплавляюсь Уже редко Выхожу Редко На перекатах В общем-то Более-менее Проходимая Отлично Отлично Вот в это Сейчас Пишусь Под берегами Под берегами Здесь глубокие ямы Есть уже Наловила Хариусы Три штуки Больших мне хватит Пока Вот какая речка Ух Ну Мне везет Что погода И можно сплавляться Ничего себе Где это я Вообще В лесу Каком-то Протуки Разделяются Ну вообще Речка Необыкновенная Мелкновенная Мелкота Зашла Мелководные Дебри На три Речка Разделилась Пока Не встретимся Придется Везти Но Вон там Простор Тоже Видим Тоже Товарь Тоже Сюди Вот и подкрепление Протоки Горы подходят Крики Духторон Хорошо Я даже вот такие перекатики Прохожу Надо только Привставать На Болонах Вот это да Дела Пошли Замечательная Речка Кайтынжиль Ваам Не знаю Что это означает Смотри Потом Незуменимая вещь Портянка Многофункциональная Вот такое у меня Отличное место С обзором С множеством Дров С большим Омутом С ямой Где Уже Хариус Видела В общем Замечательное место Я давно Так не отдыхала Вечером Так холодно Становится Сразу хочется Залезть В палатку А тут Красота И ветер Несильный Будущее Как костюжик Если бы вы знали Какая-то Редкость Наелась Я даже умылась Мне стало так тепло Что даже умылась Очень хорошо Просто кайф Речка Ну просто песня И течение Хорошее И проходы есть И красиво И солнышко На крикатиках Конечно Еще вылезаю Но это уже Мелочь Сегодня подул Северный ветер Вообще Здесь погода меняется Вчера Южный Сегодня Северный Два океана Тут рядом Речка Немножко Вышла из гор Долина Расширилась Вот отсюда Из этого распадка Впадает Еще один Крупный Приток Но на самом деле Все зависит От того Какой будет Характер Реки Если будет Широкая долина Она С большим Количеством Воды Может делиться На многие Протоки И идти Будет сложно Но посмотрим Здесь остается Порядка Тридцати Даже меньше Километров До впадения В Йоневием Вон там Далекие горки Появились Вот тут На склоне Уже Поспела Брусничка А это Листики Арктоукс Съедобная Вот здесь Мой Пусть падения Тундра Становится Все краше И краше Но просто Фантастика Да Здесь На Слеянии Вот там Плиток Достаточно Крупный Здесь Бочки Место Такое Возвышенное Люди Выходили Тоже Смотреться Вот это Пространство Тундры Это Большая Улевиемская Впадина А вот Эти Горки Самая Большая Гора Вторая Гора 817 метров Высотой Кычим Льен Вот такое У нее Название Кычим Льен Солнышко Ненадолго Появляется Сразу Расцвечивает Тундру Фантастическая Красота Не могу Оторваться И за этими Горками Там уже Озеро Йони Озеро Горы Ветров Ну и Река По горе Ветров Называется Йони Вигем Которая Протекает Там Оттуда Из тех Гор Я Приплыла Листья Арктоса Они не только Красят Тундру В яркий Красивый Цвет После заморозков Они обладают Еще и Целительным Свойством Если Пастух Находится В пути Вдали От стойбища Он может Даже не Заваривать Листики А просто Жевать Они Хорошо Помогают При Мочи Каменной Болезни Вот Оно Место Самого Слияния Видно Что Приток Значительный По Расходу Кто Говорит Что В походе Нет Горячей Воды На Таком Ветруга Не Холодном Только Горячей Водой Мы Котелки И Руки Заодно Северный Ветер Усиливается Встречный Водой После дождя Выступило Солнышко И немножко Освещение Такая каменная гряда Не характерна Для речек Каменные Горки Такие Крутые Маловодные Не характерны Скажем так Для чукотских Речек На которые Мы встречались Река Потекла В одном Русле В берегах Таких Крутых Высоких Встречный Ветер Северо-востока Мешает Плыть И Наводит На всяческие Мысли Что Будет Если Придет Непогода Ведь У меня Не настолько Много Продуктов Чтобы Позволить Себе Долго Пережидать Ее Люди На всей Планете Послушайте Меня Я обращаюсь К вам Нам очень Тяжело Сейчас Зануда Валька Утопил Продукты Но все равно Я не сдамся Человек Должен уметь Голодать Если он думает Чего-то Добиться В жизни Теперь Я знаю Что это Постигается Тренировкой Люди Живут По-разному Кто-то Ходит Сейчас В кино И жарится На пляжах Кто-то Пьет Пиво И газировку А мы Ищем Месторождение Ребята Говорят Что в 40 лет Будут склероз И сутулая Спина Ну и пусть 40 Это очень Не скоро Пусть другие Пьют томатный сок И ходят По театрам Все равно В театре Все зевают Зимой Где-то 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 в животе Осторожно Скребется Голодный Зверек Ветер Хлопает Брезентом Палатки Как будто Хлопают Паруса Мишка В шутку Окрестил Наш отряд Фрегатом Мне нравится Плывет Наш фрегат По тундре И горным Долинам Только жаль Что на борту Мало сухарей Солонины Сегодня ветер Чуть потише Стал Правда Холодно И ветер Но ветер Ременами Даже мне попутно Он так Западных Руб Иногда Мне сейчас На восток Петлю Река Делает До впадения В Йоневием Всего мне Еще 70 Км Плыть Главное Чтобы Сречного Ветра Не было Горки Которые Вчера Так Прекрасно Освещались На закате Сегодня с утра Были затянуты Облачностью Немножко Было Напряжно Покидать Теплую Насиженную Стоянку Когда север Дует И облачность Кажется Что Сейчас попадешь В непогоду Но К 11 Вообще Погода разгулялась И вот я вышла Все-таки Тундра Все больше и больше Приобретает цвет Спелого лимона Значит Приходит осень Исчезли Линные гуси Большеголовая Утиная молоть Перелетает По озерам Даже журавли Уже собираются В стаи Вон их Сколько По берегам Утром Виктор Делит маршруты Мы смотрим Как ползет По карте Кончик карандаша Как он Пересекает Ручьи Водоразделы И сухие Русла Предгорий Нам очень хочется Чтобы маршрутная Петля была короче Карандаш Неумолимо Отчерчивает Километры Мы берем Дорогу По куску Утиного мяса Остатки Несколько пачек Галет Лежат Неприкосновенным Запасом На всякий случай Да Даже здесь На участке Где речка Собралась В одно русло Все равно Иногда Приходится Вылезать Мелко Временами Приходится Проводить Лодку А на сужении Где есть течение Сразу Понеслись На речке Даже скалы Появились Дерега Крутые С двух сторон Хорошо И ветер Вроде как Здесь подстег Ну вот Речку Как будто Камнями Завалили Сейчас проходил Один такой Перекат С шевером Воды мало Поэтому нормально Проходится А тут вообще Течения нет Ну хорошо Хоть ветер Сейчас между камнями Буду лавировать О Ветя Вот Так уж Шевер Прошла Между камнями Рассочилась Ой Такая пошла Речка С берегатами Шеверами Вот такие Берега Да Хорошо Сижу тут На последнем Проходе В перекатике Такое впечатление Что речка Закончилась Все завалено Камнями Просто Вообще Ну там Есть конечно Проход Сейчас свернусь А впереди Он все В камнях Сейчас меня Примет к камушку И я пойду В нужное В нужное Русло Опа Вот такая Красота Вот речка Какая Вообще Разнообразная Удивительно Я прям Радуюсь Сейчас Обзвусь На мюле О Странимся Да Без весла Тяжело Но очень хочется Снять Увиден Усплай Вот какая Красота Вот Что я вижу Когда справляюсь Редактор субтитров И ветер подгоняется Крутые, крутые гребя Вот здесь такая каменная гребенка И там дальше под скалами чистая, чистая вода Лез Сейчас протащу гряду, чтобы лодку не повредить и дальше Вот такая неожиданная речка Кай-Итин-Вэль-Ваам Давай лодочка Вперед Ну это все Поперем Вперед Лодка целая и невредимая Да, в большую воду можно еще не проехать Ну, какие старые Да, пошли глядочки одна за другой нам не хочется только садиться Главное не пробораться все аккуратно Эх, выходи родная я без тебя тут с другом буду так как легко вам надо работать так что San что пол Снова тупик на речке Каменная беда Мы не люди, мы автоматы Кто вложил нас в перфорированную ленту программы? Со скрупулезной точностью мы проделываем маршруты Делим по вечерам галеты Надо очень много объективных причин, чтобы выбить автомат из режима Река выходит из крутых берегов, не открываются дали Похоже, я скоро впаду в Йоневием Дело в том, что у меня на этот участок нет карты Подробнее так получилось Я примерно представляю Ох, и сырь не распахнулась Чувствую, сейчас впаду Где-нибудь где я Кайтын рельва Остается сзади Ну вот, наступил этот знаменательный момент Я на стрелке Я не ела Упала В эту большую Чуготскую реку И по путешествии, которое решится пересечь Чуготский полуостров С запада на восток Встретиться с этой преградой И Ее никак не преодолеть Трудно Только пласть Без лодки Трудно И вот я достигла ее Отсюда мне предстоит справляться еще 50 км Примерно До озера Йони А там уже да Вместе с дождем Рукой подать Здесь Я встретила на стрелке следы Оленей свежие Значит Здесь где-то рядом люди Это тоже очень Кматривательно У нас В ходу они Кажется примерно одинаковые Даже кажется Эта река, по которой я прикрыл Мощнее Вот Эта Юнивием Кажется, что она меньше Чем Хаи Тын Ры Маам От которой я пришла Последние километров 15 Шла уже без карты И мне казалось Вот-вот Сейчас будет это впадение Я уже шла даже без обеда Хотя уже давно Голодала И обед уже едет И меня готовят В котелке Я ранее готовлю Не тратить Доброе время Замочила всю сидушку Потому что Все время выскакивала Опять Впрыгивала В лодку А у меня гидроштаны Немножко пошли Стали подтекать Так что Вот Сушусь пока Чаек второй уже делаю Ветер Ветер подстих К вечеру Удивительно Йони Вием Это река Горы Ветров Йони Это Ветер Ну или что-то такое Однокорентное Вот такая она не широкая Но она глубоко Одним руслом течет Йони Вием Ветер 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 Кусты Кусты Высокие Кусты Ветер Кусты Действительно На Ветер Ветер Характер очень интересный, все речки разные. Чернозубый гагар, интересно как кричит. О, это не чернозубая, краснозубая гагара, ну да, чистое чудо. Иногда чиграши исчезают, Мишка уходит тогда с карабином стрелять гагару. Очень трудно убить дробью эту неуязвимую птицу. Мы сидим у костра и кипятим воду. Грохает винтовочный выстрел. Мишка возвращается. Мы встречаем его без особого энтузиазма. Мясо гагара имеет вкус, пропитанный рыбьим жиром автомобильной покрышки. Гагара варится два часа, потом съедается. Лучше баранины, нерешительно говорит Валька. Конечно лучше, солидно говорит Лешка. Он отходит, за кустом раздаются звуки. Кажется, так тошнит человека. Вечером в сумерках в моей стояночке кто-то ходил. Наверное, медведь. Но он особо не беспокоил меня. А с утра на солнечной погоде я могу просушить спальники. Смотрите, как глубокая вода чистейшая. Договорилась я, с юга на север она течет. Да, течение на Юнь-Ви-Еми хорошее. Скорость потрясающая. По сравнению с притоком Кайтын-Рэль-Баамом, здесь 1 км за 2, который здесь на Юнь-Ви-Еми. Здесь просто расслабляешься. Шермака-речка на течение сильное. Мощно. 50 км до озера Юнь. Уже меньше, даже, в какой-то знак не далеко. Решил вот посмотреть, а там вдали гортолетная площадка, похоже. Какие-то знаки стоят. Бочки, что ли. Тут сужение на повороте. Я думала, может, порог обозначить. Сейчас гляну. Да нет, конечно, просто река сужается. Здесь скалы. На Юнь-Ви-Еми не должно быть порогов. Это широкая, мощная река уже. С маленьким падением. Ну, нифига себе, похоже, без переход. Сейчас я туда попу. Ого, свеженький. Должно быть люди. Как зовут? Олег. Олег, а вы откуда? Сиреников. Ну, и как там в сирениках? Как жизнь? Ну, нормально. Чем народ занимается? Работают. А бригады оленеводческие там? Сиреников. Они там на трубке. Ага. Стоят. Много народу в сирениках живет? Где-то 400, наверное. А сегодня уже 1 сентября ведь, да? Да. А как детей в школу сейчас будут забирать, если в тундре кто? Нету там уже детей. Наверное, уже увезли. Ага. А где у них школа? В сирениковских. В сирениках есть школа? Да. Ага. И погода замечательная. И людей встретила. Фантастика. Меня пригласили на базу. На озеро Наврек. Здесь недалеко. Жеки-то на вездеходе приедут. А я сейчас сплавлюсь. От лодки пешком, там километра... От лодки пешком километра полтора. Очень приятно, конечно. Мало того, что, конечно, там пообщаюсь, меня подкормят. Так еще там можно зарядить аккумуляторы. Это самое главное. Потому что на холоде они очень быстро садятся. Смотрю, как мне лучше сейчас пройти на базы. Немножко обидно, что сегодня такая хорошая погода. Ветер попутный. В общем-то, ходовой день. А я иду в гости. Но все равно это очень здорово. Интересно, что на моей карте вот эта протока показана как основная. А сейчас здесь она уже замыта. Вдоль берега тут не пройдешь. Надо будет подальше причаливать. Чтобы лодку не унесло на этом сильном ветре, ее поддуло и привязало. Озеро Наврэгэдгэн. Иду в гости. Немножко не так поняла информацию. Да, перепутали мы концы озера. Я думала, база на северном, на южном. Все, иду, иду. И вместо двух километров будет. Будет четыре с лишним. Но это ничего. Ну вот, показалось, база. А вот эта горька, под которой я ночевала, только с другой стороны. Это маленькая. Наверное, при подходе к озеру мы походили на группу подагрихов, вышедших на прогулку. От усталости кружилась голова. Мы подымались на гребень увала из последних сил. Мы боялись смотреть вперед. Когда смотришь реже, расстояние сокращается быстрее. Мы почти бегом крошили покрытую мерзлотными медальонами тундру. Грохот сапог, тяжелое дыхание и оглушительный стук сердца заполняли мир. Я подумал, что мы похожи на верблюдов, почувших воду. Озеро упало перед нами в благородной стальной синеве. Я мечтала об этом всю сознательную жизнь. И даже борщ. Обалдеть. Домашняя еда. И Володя у меня почвит. Спасибо. С вам здоровья. Едем на озеро чистить рыбу. Вот это чир. А вот это голец. С пятнышками. Такими мелкими. Чир какой золотистый. И в реке. Тоже он гуляет. Во-вторых, в рюкзи. Мужики приехали сюда на вездеходе. Из проведения по прямой это порядка 150 километров. А ехать, наверное, все 180. Дом, что сохранился на берегу озера. Навреч Гэтгэн. Раньше был третьей перевалочной базой серейниковского совхоза Ударник. Этот дом строился примерно в то же время, что и перевал базы Рудер, который я посетила у местопадения в Атап Кайвама, в Аргувием. Но она вся была разрушена. А здесь не повезло больше. Уже давно, каждый год, сюда приезжают Володя с друзьями. Другие рыбаки из проведения, из серейников. Все они поддерживают дом в жилом состоянии. Подготовка разделочного стола к работе. Как правило, сети проверяют два раза в день. И рыбу чистят практически сразу же. Сначала рыбу сортируют. Ряпушку солят целиком. В нее нужно лишь как следует промыть жаброй, удалить кровь. Гольцов потрошат. Рыбьи потроха складывают в бочку и оставляют здесь, на берегу. Потом к этой бочке, как нам не рассказали, наведывается, каждую ночь наведывается медведь. И съедает все эти потроха. Он легко переворачивает бочку. Ну а как с ним бороться, чтобы он... Чистка рыбы в два движения. Хозяйкам на заметку. Чем-то напоминает в чем... Апчелый галет? Ачир. Ачир белорыбец. А это ряпушка. А ряпушка здесь... В основном, то есть, кто? Галет. Галет все-таки. Ряпушка солят целиком, поэтому у нее надо вот так вот очищать кровь. Володя рассказал, что так далеко, вот сюда на рыбалку, они приезжают потому, что здесь очень хороший галет, он не заражен червяками. Такой в их районе сохранился еще на озере Пычки-мычки, так называемом. И где-то рядом с Провидением, но там у них Провидение, сейчас сделали много заказников. Это в Провиденском районе, где зародили этих кластеров непонятных, там участках, там каких-то паналит. А можно ходить в Африканских туристах, они ходят в кораблях небольших, и они их возят по китовым аллеям, строят им там домики, детей не возят. Наши дети, которые здесь растут, этого не знают, а знают тут туристы. А детей не возят, не рассказывают им, не показывают, запрещают им всевозможные передвижения. Что же это за Перенгей такая? А вот так вот называется Перенгей. И для кого это, и что это, непонятно. И кому это интересно вообще? Это меня сейчас нам из Дежнёва не пустят? Запросто. Вот в Лоринов, в Елене тоже есть инспектора. Ага. Вот у нас ельцоны, то есть где ходить нельзя, они просто здесь ходить нельзя там. Я понимаю, как было это государственные какие-то интересы, там близкие и так далее, а это парк Беренгей. А это для чего? Это тузнук для икры. Тут лук, ааа. Икра какая, гольцовая? Да, гольцовая. Понятно. А тузнук это должна быть горячая вода? Нет, соль кипятится для того, чтобы в осадок выпали всякие примеси, всякая грязь, которая в ней присутствует, а потом заливается раствором икра. Это нерестовый галец, он сейчас есть, но его мало, он заходит или рано или поздно. Вот такой же много красного. Он там кстати есть у нас. А это какой галец? Он не нерестовый. То есть в нём нет сейчас и... Он в этом гольцовом, то есть не нерестовый. У него такой просто год и удачный. То есть он нерестится, когда хороший, от чего это зависит? Ну это такая типичная суть, наверное, примуку вы знаете. Вот есть нерестовая часть этих гольцов, которые вот в это время там проводят потомство. А потом эти на следующий год. А-а-а. Он же когда нерестится, он не погибает. Ну да, это не как в Китае. Эта икра не зрела в зародышах? Да, она зародыша, когда на полный. А-а-а. Такая икра окончательно созреет на будущий год. Какие есть сложности при вождении вездехода? Какие? Какие? Вот я смотрю, везде бочки стоят. Это как ориентиры для вездеходчиков? Нет. Это в советских временах. Да? А сейчас уже не оставляют бочки? Нет. Нет. Нас в советских временах оставляли для ориентиров или просто бросали? Просто бросали. А-а-а. А сейчас как? С топливом? Ну, с топливом нормально. Ну а в чем сейчас топливо перевозят? Не в бочках? В бочках. Ну, их с собой, что ли, забирают потом? Да. Ну, забираем, да. И снова используете, да? Да. А-а-а. А-а-а. А вот это розовые гольцы, вот эти дыкальные. Это мальма. Так, ничего не понимаю. Голец мальма. А тот гольец, который я сейчас не арестовал. Этот не арестовал. Голец. Отдельно. Попробуй. Ты с тобой. Давай, давай, давай. Никак не может взять. Ветер сильный. Никак. Икру сначала просто промывают в воде, а так ее отделяют от пленок, ястыков. Потрошенная рыба, которая загружается в ящики сетчатые, она некоторое время отмокает в воде, а потом ее уже как следует отмывают. Когда ветер дул с севера, то сюда в эти ящики набегала волна, и рыба мылась сама. После отделения от ястыков икра промывается в воде. И рыбу, и икру Володя и его товарищи солят для себя, для своих семей. Поэтому они разрешили мне снять весь этот процесс. Все, готово! Как бы на нас посмотрели неделю в день? Ха-ха-ха! Икра заливается остывшим тузлуком и оставляется на несколько минут. Вот, это и крайне долгого хранения. Золото Чукотки. Вот намыли вчетвером. Лет на 8 каждом. Я не буду в этом взвалив. О, какая! Аааа... Сколько примерно соли на рыбу? Трудно сказать. Все по количеству. Большая горсть? Ну, она ее сильно не солит. Пересола не любит. Надо, чтобы плотно было. Да, она что-то вытягивает. Алексей, я вот знаю, вы работали в бригаде оленеводом, а что же сейчас к рыбе потянуло? Сам ответить не могу. Что главное при чистке рыбы сделать? Удалить кровь. А чем кровь мешает? Да, оно пухло. Таких перчаток холодно все равно? Нет. Нет, не холодно? Нет. Да. Угу. Ух! 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 Моя луга на шкуре. 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 Моя луга на шкуре.